Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня я вам расскажу об итогах инкубации, сколько у нас получилось цыплят, сложно ли они вылуплялись. Сегодня будет всё-всё-всё о цыплятах, об инкубаторе и об итогах. Так что давайте вместе со мной посмотрим, как прошла моя ноябрьская инкубация. Да, немногие рискуют закладывать инкубатор осенью, но вы знаете, это, наверное, в простонародье так принято думать, что цыплят не выводят осенью и зимой. Но сейчас я уже немножечко пообщавшись с людьми, которые занимаются птицей, я знаю, что они для себя, не на продаже, а для себя, как раз вылупляют в зиму цыплят, выращивают осенью, они уже начинают нестись. И вот эти уже цыплята лишние они продают, и инкубационное яйцо, и всё в этом духе они уже по осени продают от молодняка, которых вырастили зимой. Поэтому брудер в любом случае тёплый, какой-то сарайчик или дома, в брудере все отлично вырастают и все отлично живут. Так что ничего такого криминального и страшного в моей инкубации не было, поэтому сейчас подведём итоги. Вот мой любимый инкубатор, у меня их два, один сейчас у Верочки Кулик, она тоже закладывала осеннюю инкубацию, у неё в принципе неплохо вывелись цыплята. Из 10 яиц, которых я ей дала, 10 яиц ликбара, вылупила 7 цыплят, это очень даже хороший показатель. Вот, у неё был один задохлик, один, по-моему, у неё был неоплод, ну в общем 7 это хорошо, из 10 7 это, ну можно даже сказать, отлично. Вот, сейчас буду мыть инкубатор, здесь всё снимается, всё хорошо моется, никаких проблем нету, я прям с душа его вот так вот мою губочкой, всё отлично. Эта часть, она у нас была сверху, она у нас чистенькая, нигде ничего у нас здесь, ни грязного нету, вот, моется только эта часть, можно даже с каким-нибудь дезинфицирующим средством. Инкубатор очень классный, из-за того, что у него здесь прозрачный короб, и я наблюдала все процессы вылупления через него. Собственно, я снимала вам через него, мне, я не открывала всё время инкубатор, а всё у меня было вот видно, и что вот облегчает инкубатор. Инкубатор облегчает мне задачу, и я, если честно, очень довольная, конечно, не супер спец, но мой инкубатор мне очень нравится. Это Дженовель 42, вот, классный, ничего не могу сказать, никаких претензий у меня к нему нет, единственное, у меня претензии-то к свету. Вот, у нас так получилось, что свет выключили, 8 часов у меня теплята были без обогрева, вот, и это отразилось, я вам сейчас чуть-чуть попозже расскажу, как это отразилось. Потом ещё были у нас случаи выключения электроэнергии, и была слабая электроэнергия, вот, но, собственно, был у меня недогрев яйца. И к чему это всё привело, я вам сейчас расскажу. Вот такие комочки легбаров у нас получились, такие хорошенькие. Первое время я прям сыплю им на пол, да, первые сутки, чтобы они привыкали кушать. Поилочка уже стоит, в поилке витамины, вот такие замечательные, сразу видно, где мальчики, где девочки, тёмненькие вот эти вот, видите, не бойтесь, это девочки с пятнами, с белыми на головушке, вот, видите, это мальчики. У легбаров сразу видно, где мальчики, где девочки. Вот, поэтому, вот, видите, я думаю, чётко видно, у него пятнышко на голове, это мальчик. Вот, видите, нет пятнышек, это девочка. Он же гребёт, гребёт, как раз мальчик сейчас. Итак, я закладывала 15 яиц легбара, вылупилось у меня 7 цыплят, в принципе, как и у Веры, но у неё есть десятка. Вот, а у меня получилось из 15, 7, но это из-за недогрева. Не стала вам показывать ужастики, но, разбив яйца, там были ещё тёпленькие такие. Я разбивала, как бы, эти яйца, да, я хотела посмотреть, что с ними не так, и уже конец инкубации. Почему они не вылупились? Потому что они были полностью сформированы, и единственное, у них было, ну, как сказать, кишки наружу, да, вот так вот, таким образом это назовём. Это, опять же, как раз происходит от недогрева яйца в первой половине инкубации. Пупочек вот этот, знаете, даже не то, что пупок, а вообще вся вот эта вот, все органы, которые должны были находиться внутри, они начали развиваться снаружи. Поэтому, собственно, такие уже полноценные цыплята, я имею в виду, они доросли до того, что вот уже вылупляется, но из-за того, что сформировались неправильно, я потеряла очень много цыплят. Вот, четыре штучки, которые я разбила, они все вот были такого плана. Очень жаль, но, вы знаете, я больше всего рада, что те, которые вылупились, они здоровы. Нет ни шпагатиков, ни проблем с глазками, вот, никаких таких, знаете, там, кривых, косых нету. Все хорошенькие, все активные, и, знаете, лучше семь здоровых, чем, например, было бы у меня там 15, но всех кривых, косых. Вот, поэтому я довольна даже тому, что вот у меня получилось. Я думаю, что это тоже неплохой показатель с учетом, да, недогрева яйца. Вот такие хорошенькие пупсики у меня получились. Завтра, кстати, мне приходит полноценное оборудование для цыплят, я имею в виду, поилки, кормушки, брудер. Вот, все вам завтра покажу, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, чтобы не пропустить это видео. Завтра будет распаковка, будет очень интересно. Надеюсь, что завтра она ко мне дойдет, и курьер мне ее привезет. Я очень на это надеюсь, чтобы завтра уже вам все показать. Очень и мне самое интересное, как это все будет выглядеть. Я думаю, будет намного удобнее. С поилочками, да, уже с такими профессиональными, вот, с поилками профессиональными и с профессиональным обогревом. Вот, я думаю, что это будет очень круто и интересно. В любом случае, мне точно будет интересно распаковать, посмотреть и заселить туда жителей. Вот такие у нас жители будут. Хорошенькие. Мои дорогие, захотелось ненаглядно вам показать, где мальчик, где девочка. Мальчик светлее, с белым пятнышком на голове, девочка вся темненькая, без пятнышек. Вот, таким образом у ликбаров можно сразу определить пол. Некоторые путают, и вот когда пятнышко на голове, ну, они темненькие, да, вот сами по себе не совсем светлые, думают, что это девочка, но на самом деле это мальчик. Если есть пятнышко на голове, это мальчик. Конечно, они будут подрастать, и мы полностью проверим с вами эту теорию, это наблюдение. Ну, у ликбаров сразу видно. Вот. А то, симпатульки такие, я прям не могу, умиление одно. Пойду положу их к братикам, к сестричкам, потому что они, конечно, пугаются. Ну, они будут в любом случае такие же ручные, как и все мои цыплята, которые я вывела сама из яйца. По шелкам, кстати, да, два было яйца шелка, они оба пропали. Кстати, одно пропало еще вот на уровне, на уровне, когда это был еще зародыш совсем маленький, вот. А второе погибло уже практически, ну, тоже он неправильно сформировался, он был уже большой, но я вам говорила, что он немножечко отстает в развитии. Так и было, и вот, ну, что-то, что-то пошло не так. Вот, я вам об этом говорила, рассказывала еще в период, когда только вся инкубация это проходила. Вот, поэтому вот такие у нас результаты. Ну, все равно, честно, я довольна, мне все понравилось. Хорошо, что они все целенькие, живенькие, без всяких криворотиков, кривоглазиков, выворотные ножки там и все остальное, все хорошо. Поэтому на этой прекрасной нотке буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам понравилось, поставите моим цыпляткам лайк. Ну, и обязательно подписывайтесь на канал завтра. Ну, надеюсь, что завтра, если мне курьер привезет, то будет распаковка. Всем пока-пока, до новых встреч!